Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим с вами о том, какая ситуация в городе складывается во время карантина коронавирусной инфекции. Сегодня мы в студию к нам пригласили главного терапевта Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Татьяну Николаевну Свитичу. Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Татьяна Николаевна, вот сегодня у нас в городе достаточно серьезная ситуация, как и во всей области. Поэтому у многих наших зрителей, у многих горожан целый ряд вопросов, ответы на которые они бы хотели узнать из первых уст. И мы собрали несколько вопросов, ну и свои добавили, и хотели бы с вами поговорить о том, как людям жить, как лечиться самостоятельно, либо обращаться в лечебное учреждение в период карантина, потому что когда он закончится, никто сказать точно не может. Потому что все говорят, ну есть мнение, что и этот карантин тоже продлят на неопределенный срок. Вот один из вопросов. Скажите, пожалуйста, какие категории больных в условиях карантина находятся в приоритете по оказанию первой медицинской помощи? Почему выбраны именно эти пациенты? И что является определяющим фактором для госпитализации больных с коронавирусом? Ну, основной, конечно, категория фактор – это тяжесть состояния пациента. Все остальные, конечно, в приоритете – дети, беременные, но основной критерий – это, конечно, тяжесть состояния. Мы ее определяем по таким критериям. Ну, что касается… Это вообще правило тяжести состояния, оно распространяется и в другое время, не только во время карантина. Но что касается вот КВИ-инфекции, то здесь мы ориентируемся на число дыхательных движений, на число сердечных сокращений и определяем так называемый показатель сатурация. Это показатель, который говорит о насыщении крови кислородом. И вот если эти показатели соответствуют, ну, тем критериям, которые требуют госпитализации, то, конечно, вот тяжесть состояния именно этими критериями определяется. Это можно определить в условиях домашних? Это можно в домашних условиях, но и скорая помощь у нас все снабжены вот этими препаратами, аппаратами, которые могут определить сатурацию. И в амбулаторной практике тоже наши врачи по МСП, они тоже имеют эти аппараты. И вот по вот этим критериям. Ну, а так, конечно, одышка, когда возникает одышка, это, конечно, и усугубляется эта одышка. Это симптом уже пневмонии, утяжеление пневмонии. Конечно, именно вот эти вот симптомы определяют тяжесть состояния больного. Ясно. Спасибо. А скажите, вот какая сегодня ситуация на текущий момент в городе? Что дал второй карантин для семьи и есть ли положительные сдвиги в статистике, в выздоровлении или еще пока ситуация тревожная? Ну, ситуация, конечно, тревожная, но вот 790 случаев, включая бессимптомные случаи. Это по городу? По городу семей, да, по городу семей. И вот если говорить о том, что дал карантин, то ведь большинство случаев именно в семье было. Вот этот повторный карантин, ужесточение мер в городе семей, они привели к тому, что заболеваемость все-таки стабилизировалась. Будем так говорить, нельзя сказать, может быть, она снизилась, но она стабилизировалась. И сейчас ведь в Ускаменногорске было значительно меньше случаев, и когда, поскольку им не вводили карантин, у нас теперь количество заболевших практически сравнялось. То есть карантин все-таки нас ограничил? Все-таки стабилизировал, да, стабилизировал ситуацию. Я думаю, что вот этот вот карантин, который сейчас действует, я думаю, что еще немножко тоже стабилизирует ситуацию. Но пока количество вызовов на скорую помощь не уменьшается, и количество вот... В среднем сколько вызовов? Сейчас на скорую примерно 1200, больше 1000, около 1200, даже были дни, когда было 1300 вызовов. Хватает ли персонала? Конечно, тяжело, очень тяжело. Вообще вот в спокойное время они обслуживают 400-500 вызовов, а сейчас получается в 2,5 раза больше. И это же нужно еще учесть то, что многие сотрудники болеют, болеют врачи, болеют медицинские сестры, и еще они работают в этих средствах защиты, это значительно тяжелее. Поэтому, конечно, тяжело, но пока скорая справляется, хотя вот некоторые говорят, что там не можем дозвониться, не можем что, но у нас 8 диспетчеров. На каждой смене работает 8 диспетчеров. И если кто-то из них занят, то автоматически включается система ожидания вызова. И вот те, которые говорят, что там не можем дозвониться на скорую, это те, которые просто не стали ждать ответа оператора, не просто не стали ждать ответа. То есть нужно позвонить и ждать. То есть включается, и там говорят, вы на очереди, вам ответят через такое-то время. Вот нужно просто подождать и обязательно ответят. Скажите, пожалуйста, вот сейчас к нам в редакции очень много было звонков, в том числе и сегодня, люди звонят и жалуются, что к ним, не то что, ну, скорая поздно приходит, это понятно, что сейчас не хватает бригад, но в принципе не могут дозвониться тоже. И в-третьих, даже если приезжают, то не всегда оказывают помощь, не всегда забирают тяжелобольного, в том числе и с коронавирусом оставляют дома. Что это, чем это объяснить, почему так делается? Видите, сейчас не всех коронавирусных больных мы госпитализируем. Это вот поначалу, когда эти первые больные, мы их карантин, там их госпитализировали обязательно больных. Сейчас легкие случаи и до средней тяжести случаев мы лечим амбулаторно. А вот тяжелых мы, конечно, стараемся всех госпитализировать. А почему я не думаю, что не хватает койко мест или нет необходимости? Нет необходимости, потому что, видите, если легкие случаи, там практически специфического какого-то противовирусного лечения вообще нет. Только когда присоединяется пневмония, тогда мы уже назначаем, присоединяем специфические эти препараты, антибактериальную терапию, антикоагулянтную терапию и так далее. И это, конечно, требует, нужен больному кислород, и только тогда требуется госпитализация. А легкие больные, 80% больных могут обойтись без госпитализации и даже без какой-то посторонней помощи наступает выздоровление. Потому что большинство больных все-таки переносит легкую форму. Но есть, конечно, тяжелое. Особенно это опасно для тех больных, которые имеют какую-то сопутствующую патологию. Вот особенно сахарный диабет, сосудистые заболевания, ожирение. Вот эти вот больные, конечно, это... Тяжелее они переносят. Они тяжелее переносят. И вот как раз среди умерших это вот эта вот группа больных. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, вчера, вот эти дни, я знаю, что в нашем городе открылись дополнительные провизорные стационары или один стационар. Вот расскажите об этом. Какими и где они находятся, на сколько коек и зачем потребовалось это, открытие дополнительных стационаров? Дело все в том, что сейчас у нас вообще, что касается инфекционных коек, у нас их 230. И 100 коек в Бескарагайском... в Бескарагае. В самом Бескарагае. В самом Бескарагае. 100 коек. Вот у нас 230, всего 330. И вот эти вот инфекционные койки, они наполнены сейчас примерно на 72%. Но мы сегодня, буквально сегодня, открываем новый корпус. Это бывшее седьмое общежитие медицинского университета в районе областной больницы на 250 коек. Почему мы это делаем? Вот это есть такое правило, что если стационар... Вот Акимобласти очень строго следит и требует выполнения этого правила. Если стационары заполнены на 70%, следует открывать, расширять, следует открывать новый стационар. То есть, чтобы был резерв. Да. И вот как раз сегодня 250 коек еще открывается. Ну, я не могу сказать, что сегодня все 250 мы заполним. Но вот в течение нескольких дней вот именно 250 коек. А что касается провизорных стационаров. Значит, у нас во второй городской больнице 85 коек. В Венере, в санатории Карагайлы, БСМП открыли тоже 300 провизорных коек. Они сейчас тоже заполнены на 70%. И сейчас у нас есть некоторые еще резервные такие учреждения, чтобы при необходимости они тоже будут задействованы как провизорные, если понадобится. Скажите, пожалуйста, провизорные койки, они используются для чего? Именно для коронавирусных или для любых других? Это те больные, у которых есть провизорные койки, это те, туда госпитализируются те пациенты, которые имеют признаки коронавирусной инфекции, ну, как-то вот насморк, кашель, высокая температура, пневмония, в основном пневмония. Но у которых еще неизвестно, нет ПЦР-диагностики. А, то есть у них нет еще результата анализа? Да, результатов анализа. Но когда они получат результат анализов в стационаре, тогда их отправят в ПЦР положительных в инфекционное отделение, а ПЦР отрицательных, если у них тяжелая пневмония, их отправят в пульмонологические центры. А в каких условиях они там находятся? Сильно ли они друг с другом контактируют больные? Ну, там стараются разделить, но первое время. Ну, все равно они в одной палате, да? Поскольку человек там палат? Там в палатах, палаты разделенные, там минимальное количество в палатах. А, есть перегородки, да? В палатах минимальное количество, да, в палатах минимальное количество, потому что, когда они госпитализируются, мы же не знаем, ПЦР положительные они или ПЦР отрицательные будут. Чтобы меньше контакта? Конечно, там все условия соблюдены. Понятно. А скажите, пожалуйста, а сегодня, на текущий момент, сколько человек у нас дома лечится на амбулаторном лечении? На амбулаторном лечении лечится, по нашим подсчетам, где-то более тысячи человек. Скоро, потому что, да. Или просто больные ОРВИ? Больные с симптомной и бессимптомной формой. А 220 человек, уже вот есть такая статистика, 220 человек, они уже сняты с режима самоизоляции. Они уже вылечились? Да, а вот более тысячи человек, это те, которые с симптомами, в том числе и КВИ подтвержденные. То есть, вообще больных больше, чем 700? Конечно. Просто мы ждем их результат. 90, 790 это те, которые подтвержденные уже. Среди них есть и симптомные, и бессимптомные. Но дело все в том, что во время эпидемии принято считать, что те лица, которые переносят, имеют симптомы КВИ-инфекции, всех считать как КВИ-инфекция. То есть, вот сейчас пневмонии. Они, например, тоже могут, очень много сейчас пневмонии. Они даже, когда люди сдают анализ, получается, выходит анализ отрицательный, ПЦР отрицательный. А мы тоже его считаем, что это положительное, скорее всего, то есть, это ковидная инфекция. Потому что раньше у нас в это время, конечно, столько пневмонии не было. Вообще, вот пневмония, она и ОРВИ, это скорее сезонные же заболевания. Ну, в принципе, это обычно весна, осень и еще зима. Вот февраль месяц, вот примерно, когда оттепель зимняя. Вот именно летние пневмонии, они редки? Ну, все-таки, в такое время, конечно, пневмонии столько не было у нас. Никогда. Ну, они могли быть там... В основном ангийные, да, вот такие вот вещи. Ну, холодные, это не сезон. Это все-таки, это не сезон вирусной инфекции, пневмонии. Лето, это все-таки такой благоприятный период. А вот в начале, когда мы только ожидали карантин, если вы помните, было такое мнение среди врачей, что, ну, когда еще мало было изучено, что когда придет жара, будет тепло, и вирус как бы сам собой уйдет. Да, было такое мнение, действительно, мы надеялись, но не получилось, не получилось. Видим, знаете, очень много вот то, что мы предполагали в марте, не получилось, потому что это все-таки очень неизведанная, вообще неведомая болезнь. Мы в первый раз с ней сталкиваемся, и, конечно, мы надеялись, как всякая вирусная инфекция, к лету она уйдет. Но, видите, пока у нас в Казахстане пока не получается. Скажите, пожалуйста, вот вчера буквально читала информацию о том, что к нам из Татарстана, из республики Татарстан, в Восточный Казахстан, должны приехать группа врачей на помощь нашим врачам. Будут ли они в семье или только в Усть-Каменогорске? Пока такой информации нет у нас. То есть, ожидается пока, только переговоры ведутся? Я не могу пока сказать, будут они в семье или не будут в семье. Но, действительно, сейчас вот прошла информация, что в Астану приехали группа российских врачей. И уже есть какие-то результаты даже положительные. Потому что, видите, в России уже сейчас, они в 13 июля даже уже масочный режим полностью снимают, вообще все карантинные мероприятия. А у нас, сожалению, 13 июля. День национального траура. Мы будем почтить память умерших от коронавируса. Вот не могли бы Вы рассказать о тех, кто умер у нас? Хотя бы о нескольких людях, значимых для общества, которых мы потеряли, к сожалению, из-за этого карантина. Ну, умерли, конечно, и от коронавирусной инфекции, умерли от путствующих заболеваний. Ну, вот, конечно, прежде всего сказать, даже вот просто так тяжело говорить, трое наших коллег врачей умерло. Вы не могли бы их имена назвать, чтобы люди знали? Ну, конечно, это как бы общеизвестно, общеизвестный очень врач Буланов Бегжан Сирикбасынович, наш главный сосудистый хирург, прям даже не могу говорить. Да, я лично знала этого человека, он был очень светлый, грамотный очень человек. Потом гастроэнтеролог тоже Баркибаева Нургуль Рамазанна, ну, вот, тоже вот среди нас была всегда так. Она вообще в институте работала, она всегда практическому здравоохранению, так помогала всегда в гастроэнтерологии, очень грамотный, хороший такой, отзывчивый человек. И умерла у нас врач, в тезиатор, Кабышева Гульнас Конызбековна, вот, тоже, нет, молодая женщина, можно сказать, 50 лет, вот, все вот эти вот наши коллеги, все, 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 до 50 лет, все молодые, все возрастом до 50 лет. Опытные, но при этом еще молодые. Опытные, опытные врачи, конечно, это вот им бы работать и работать, это вообще такая утрата для города. И много медсестер умерло, вот, сейчас, видите, вот, мы точно сейчас количество умерших от именно коронавирусной инфекции пока сказать не можем. Почему? Потому что при Мездраве существует комиссия, которая определяет, вот, именно причастность к коронавирусам, к этой смерти, или же там больше, все-таки, влияние сопутствующих заболеваний. Поэтому, вот, мы только в ближайшее время будем иметь вот эту вот статистику. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот, вернемся немножко к сегодняшнему дню. Очень много людей сейчас обращаются в поликлиники. Поликлиники у нас практически сократили работу с больными, плавными больными. Им, людям, возникает у людей система дому, немножко зависает. И люди, некоторые, вот, нам звонят очень много пожилых людей, они, в принципе, не умеют пользоваться системой дому, потому что у них телефоны не приспособлены для скачивания приложений. У них обычные маленькие телефончики, вот, и как им записаться, как им работать, вот, профилактическое заболевание. Например, вот, у меня хроническое заболевание. Мне по плану нужно каждые полгода проходить, например, УЗИ-обследование, там, или еще что-то. Больному как вести себя? Всякие вот эти плановые мероприятия мы, конечно, временно прекратили. Экстренную помощь мы оказываем по всем заболеваниям, независимо от коронавирусной инфекции или какая-то другая патология. А всякие профилактические мероприятия мы, конечно, прекратили. Но, вот, те больные, которые состоят на диспансерном учете, и которым положено амбулаторное лекарственное обеспечение бесплатное, мы их всех обеспечиваем всеми этими препаратами. Мы прям вот на два месяца, в начале карантина мы на два месяца прям по домам развозили, чтобы меньше контактов было, да. И сейчас мы стараемся обеспечить, потому что у нас система показывает, закончилось у них лекарство, и вот участковая медсестра, она видит, и мы стараемся обеспечить всех. Но пока временно у нас не работают дневные стационары, у нас консультации. Ну, опять-таки повторяю, если кому-то нужно экстренное, то это все можно порешать, потому что часть специалистов, хотя бы вот онлайн, и если, например, нужна там какая-то действительно реальная консультация, то это все организуется. Вот в предварительном нашем разговоре вы упомянули о том, что в поликлиниках сами врачи сильно болеют. Это действительно... То есть работать-то некому, собственно. Работать некому. Знаете, вот у нас сейчас мы посчитали, у нас на первичке 35% некоторых учреждений, 10% сотрудников осталось, кто болеет, кто попал в карантин, кто ушел в провизорные и инфекционные стационары, это же тоже первичка. У нас же вот этих инфекционных стационарах у нас же не было, это же все дополнительные эти койки. И это сейчас... А врачи, отработавшие там, например, 14 или 18 дней, они уходят на 14 дней в карантин, и поэтому мы вынуждены врачами из первички пополнять вот эти вот провизорные и инфекционные стационары. И у нас, конечно, сейчас на первичке очень-очень тяжело. И самое главное плохо то, что, конечно, наши врачи, так же, как и весь народ, они болеют. Но я думаю, что это вот сейчас выправится такая ситуация, уже сейчас многие выздоравливают, возвращаются в строй. Но пока вот ситуация такая. Еще при условии, что у нас есть свой медуиндиверситет, все студенты задействованы... Резиденты, задействованы резиденты. И вот сегодня корпус, который открывается, вот седьмое общежитие, там врачи будут полностью профессорско-преподавательский состав. Университеты медицинские? Университеты, да. Медицинские сестры, это будут и санитарки из практического здравоохранения, а вот врачи полностью будет профессорско-преподавательский состав работать. В инфекционных стационарах, провизорных стационарах резиденты помогают, конечно, хорошо. А вот обучение в университете медицинском будет как? Еще пока неизвестно? Ну, да, пока неизвестно, но вот... В сентябре, может быть, ожидается приезд студентов старших курсов, может быть, их задействуют? Немного говорят, что онлайн будут, да. Чтобы меньше контактов. Да, меньше было контактов. Я слышала такое, что первокурсники, может быть, они какое-то время будут заниматься, те, кого можно, потому что все будет складывать, зависеть от эпид-ситуации, как вот сейчас все повернет. Вообще есть какие-то прогнозы на ближайший месяц? Я все-таки думаю, что вот в Казахстане началось позже, чем в России, да, вся вот эта ситуация. Я так думаю, что вот мы уже тоже, у них заканчивается, я думаю, что мы тоже... Мы тоже на финишную выходим, да? Ну, я думаю, что мы сейчас пока еще на пике. На пике. Пока на пике, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот достаточно много людей у нас на самолечении, ну, в смысле самолечении, я имею в виду на домашнем, людям не хватает лекарств. Вот какие лекарства Вы бы посоветовали приобрести, где их можно купить? Есть ли такой мониторинг в нашем отделе здравоохранения? Как вообще ситуация с лекарствами контролируется? Ну, вообще, Управление здравоохранения не занимается мониторингом этих лекарств. Но, знаете, вот такой ажиотаж создали. Люди же, по-моему, запаслись некоторые там вообще на всю оставшуюся жизнь некоторыми лекарствами. Единственное, что нужно было, это вот жаропонижающие на всякий случай. Так опять-таки этих жаропонижающих покупали там очень больших количеств. И вот сейчас сложился такой временный дефицит. Но сейчас и вот президент об этом говорит, что работают над этим. Скоро уже в ближайшее время вот уже завезли большое количество парацетамола, еще там какую-то партию, там 700 тысяч упаковок. Вот я читала, что уже вот на подходе и еще будут. Я так думаю, что работают над этим моментом, конечно. Ну, вот не следует, конечно, ажиотаж такой создавать. Следует ли обязательно по рекомендации? Вот, например, у человека на одни сутки, на один день поднялась температура, и он не успел обратиться к врачу, но она спала, и он считает, что он здоров и нормально все. Надо ли ему обращаться к врачу в таком случае? Ну, во-первых, на один день температура редко у кого, конечно. Ну, если там от себя 3-4-5 дней температура, и если она не такая уж высокая, это нормальное явление. Может быть, потом это заболевание, на этом, как бы сказать, проявление заболевания закончится. Вот, поэтому вот при первом повышении температуры паниковать, конечно, не следует, если эта температура не такая уж высокая, не более 38 градусов, и вообще жаропонижающие препараты не надо принимать, и скорую не надо вызывать, потому что, ну, скорая тоже ничего не сможет сделать. Ну, они просто боятся, вот они напуганы, все это не надо. Не надо бояться. 5 и даже 10 дней температура при коронавирусной инфекции – это как бы такое нормальное явление. Единственное, что нужно вот смотреть, чтобы не присоединилась одышка, потому что одышка – это уже все-таки признак развивающейся пневмонии. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот по поводу, буквально на днях, вот прошла информация у нас в лентах новостей, что от вице-министра здравоохранения, что детям до 18 лет, у которых так называемый диагноз вне больничной пневмонии или ОРВИ, им должны выдавать беспосылательные лекарства в поликлиниках. У нас ли такое происходит? Будет ли, ведется ли такая работа? Да, работа ведется. Дело все в том, что у нас и раньше вот такая возможность была обеспечивать детей до 18 лет при внебольничной пневмонии и при ОРВИ бесплатными лекарствами. Но дело все в том, что мы на летний период столько не планировали. Мы же в конце года, на следующий год уже ставим помесячный, так сказать, прогулок. Да, это должно быть планировано. И мы, конечно, на лето столько не планировали. У нас сейчас тоже немножко временные затруднения. Но нам сейчас дали возможность откоррегировать этот план. Мало того, у нас сейчас была возможность включить в эту программу и взрослых. Вот амбулаторное лечение пневмонии, амбулаторное лечение пневмонии взрослых пациентов. То есть мы сейчас сделали заявку, вот ждем поставок антибиотиков. Примерно когда они обещают? Ну, трудно сказать, но заявка уже сделана. Я думаю, что в ближайшее время, потому что сейчас решается все очень быстро. Это отлично. Ну, а пока мы ждем вот эти лекарства, я бы хотела, чтобы вы несколько рекомендаций дали, может быть, посредством народной медицины, или как опытный врач, чем лечить своих родных, своих детей, взрослых, пап, мам, которые находятся в пожилом возрасте, чтобы им не навредить, чтобы, ну вот, например, я как мама, как дочь пожилой женщины, да, то есть я не растерялась и могла дать спокойно то лечение, которое нужно. Специфического какого-то лечения или средства профилактики вирусных инфекций вообще нет, и коронавирусной инфекции в частности. Вот эти все противовирусные препараты, за которыми вот так страшно гонялись, вот эти очереди стояли, и все из аптек смели, на самом деле они не имеют никакой доказательной базы и вообще оказались, ну... малоэффективными, вообще неэффективными. Что касается вот наших домашних и всех нас, мы должны, конечно, всяческим образом укреплять свой иммунитет. Средства тут, ну вот, все по-разному. Кто там чеснок ест, кто еще там что-то, как говорится, по вере будет тебе. Кто во что верит. То есть они имеют право быть. Потому что такое специфического средства, которое вот точно укрепит иммунитет, и вот точно ты не заболеешь, такого нет, Катя. Вот поэтому нужно, во-первых, вести здоровый образ жизни. Это прежде всего здоровый образ жизни. И вот этот вот страх, который сейчас вот прям витает. Да, вокруг нас прям во всем. Это же вот такой хронический стресс, который прежде всего подавляет иммунитет. Поэтому ничего бояться не нужно. Вот 80% вообще очень легко переносят это заболевание. Там 90% это, ну, еще там 10% с какими-то симптомами. И только там 10% и 5% только нуждается там в кислородной поддержке и так далее. Поэтому, ну, бояться вот в таком страхе жить, конечно, не следует. И все-таки вот большая надежда на то, что сформируется коллективный иммунитет. Чем больше людей переболеет, тем быстрее закончится. Да, я слышала, что сейчас такое мнение. Эпидемия закончится, но сейчас, конечно, видите, это считает, что там 50% должно переболеть. А если у нас там где-то, ну, вот мы к тысяче приближаемся, да? Ну, конечно, переболело больше. Это у нас вот к тысяче мы приближаемся, это дегистрировано. На самом деле, конечно, этих больных значительно больше. Ну, вот, ну, все равно это еще очень далеко до 50%. А вот, вы знаете, вот есть такое, есть, знаю несколько человек, моих знакомых в моем окружении, которые немножко подзаболев, они теряют обоняние, а некоторый вкус. Это тоже один из симптомов? Или это просто сопутствующие? Говорят, вот многие так считают, что это прям чуть ли не специфический симптом коронавирусной инфекции. Но часто действительно встречается, но дело все в том, что... Но не у всех. Но не у всех, но очень часто встречается. Но дело все в том, что и при других вирусных инфекциях, когда вот насморк, все, тоже теряется обоняние. Поэтому, ну, вообще, вот характерно, почти, ну, вот все говорят, что теряли обоняние на какой-то период, в которых ПЦР положительные пациенты. Мы будем надеяться, что у нас ситуация и стабильная перейдет в фазу улучшения нашего карантина. Да, я думаю, что и карантинные меры, и то, что все-таки система здравоохранения уже сейчас, ну, полностью, как бы, готова оказать помощь, вот, и вот, как бы, имеющиеся возможности резервные, я думаю, что будет все, конечно, нормально, даже уверена, что все будет нормально. Просто все-таки, мне хочется, чтобы наши люди запаслись терпением, вот, не паниковали, вот, вот эти страхи на себя не нагоняли, лекарства так вот не сметались... Не пили бочерями их просто так. Конечно, и без, вот, например, если температура не выше 38 градусов, вообще не надо же принимать жаропонижающие препараты. Это температура, это нормальный симптом, говорит о том, что организм... Есть воспалительный процесс. Да, и что организм может бороться, это даже хорошо, и говорят, что при температуре больше 38 градусов этот вирус вообще сам по себе погибает, вот, поэтому, ну, не нужно паники, и не нужно, конечно, по каждому вот, такому вот повышению температуры, или там по каждой головной боли вызывать скорую помощь, конечно, потому что нужно помнить, что кому-то, может быть, эта скорая помощь в данный момент гораздо нужнее. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, за такую содержательную, интересную беседу. Я думаю, всем будет полезно узнать всю эту информацию, и я призываю вас, дорогие зрители, дорогие горожане, сохранять спокойствие, соблюдать самоизоляцию и поменьше общаться, ну, я имею в виду личного общения, общаться по телефону, онлайн, с родными, близкими, чтобы исключить контакт, личный контакт друг с другом. Спасибо большое за внимание, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!